Добрый день, уважаемые слушатели канала «Самдейс». Еще раз выхожу в эфир, пообещала в эфире рассказать о людях, рожденных в июне. И те, кто попал мне на глаза из основных местей в этом списке, когда я запросила Яндекс показать мне списки, все такие списки существуют, и я выбрала, ну вот не пошла по всему списку, а увидела знакомых мне и те, кто откликнулся. Это Виктор Цой, певица Алсу, Марилин Монро и математик Григорий Перельман. Вот все эти люди рождены в июне, и давайте мы посмотрим основные ипостаси. Я говорила в эфире о том, что у каждого архетипа есть около 50 разных граней, оттенков энергии. Но вот этот шестой аркад, июль, или архетип влюбленный, или выбор, мы говорим, вот у него есть такие тоже интересные основные точки. И это про любовь социальную, и посмотрим мы внутри композита со днем ухода, если про Виктора Цой, да, в случае с Виктором Цой, это я составила его портрет, портрет дня, когда он потянул этот мир, была трагедия на дороге. Дальше мы посмотрим композит Алсу. Когда я готовилась в сетях, увидела сообщение о том, что Алсу начала с супругом бракоразводный процесс. И так вот совпало, так интересно получилось. То есть я посчитала дату рождения певицы, ее супруга, и посмотрела композит, и причины вообще, попыталась поискать причины всего этого, особенности характера, да, особенности урогов пары этой. Ну, так понемногу расскажу обо всем. Дальше построила портрет Марилин Монро, и также сделала композит с датой, с датой ее ухода. И интересно мне показалось построить дату с датой рождения, и дата, когда назначили математику Перелиману эту премию большую. Но я чуть-чуть ниже об этом скажу. Давайте начнем, наверное, с Виктора Цоя, когда мы видим, что шестой аркан, да, еще раз про любовь и случай с певцом. У него вот эта вот любовь, она явилась такой социальной. Конечно, у него любовь была и своя личная, любовь к женщине. И, ну, больше мы его запомнили как певца, и до сих пор помним, хотя уже очень много лет прошло. И вот это случилось, такая всенародная любовь, долгую, да, надолго. И в случае его портрета, когда я смотрела обе даты, день ухода, и здесь сработал так называемый деструктивный вектор. Когда на дальней дороге, и это прямо очень четко видно, то есть видна дальняя дорога, видна энергия движения, передвижения, да. И случилась эта трагедия, прям тринадцатый аркан в минусе стоит смерть. И в день трагедии из личного его портрета, портрет дня и в композит перешли четыре энергии. То есть это, можно так сказать, что судьбоносный день был для него. Мог он сложиться по-другому? Мог. Но зная, что у него это будет такая очень сложная, сложный день, сложный переход аналитический, то, конечно, нужно было бы максимально провести его безопасно, максимально, вот буквально с книжками дивана. И здесь выстроились энергии вектор негативный. И кроме этого, ангел смерти подтолкнул ситуацию сделать неверный выбор. То есть у шестой энергии, у шестого аркана, вот два названия, как я говорила, выборы влюбленные. И за всем этим энергетическим модулем декоративным фоном стоит энергия дьявола, которая актуализирует тему здоровья, актуализирует тему зависимости от обстоятельств. Обычно бывает так, что когда энергия дьявола стоит в такой позиции, это еще и показатель зависимости от средств, изменяющих сознание. Но здесь я почитала тоже, в сетях этого не было. Ну, значит, вот он сыграл каким образом, да? То есть это зависимость от обстоятельств. Есть такой комбинации энергии, конечно, категорически не рекомендовано было бы лежать не просто на трассу, на дальнее расстояние, а даже вот просто садиться даже за руль автомобиля. Если посмотреть общий портрет дня, так и из этого дня, да, то есть вот мы говорим, что есть портрет человека, есть портрет дня, и когда мы их соединяем, получается композит, получается портрет дня для этого человека конкретно. Так вот общий портрет дня как фон, как погода тоже влияет, и из этого портрета в композит также встали 4 энергии. И поэтому 4 энергии встали из портрета своего, 4 энергии из портрета дня. И это всё наталкивает на мысль о фатальности события. Ну, кроме того, что у него только-только закончился 9-летний цикл, и он находился в переходе на начало нового, то есть он уже зашёл в новый, но энергии 9-го года, 9-летнего цикла, они его ещё до конца не отпустили. И они его, видимо, не пустили. То есть это вот когда меняются циклы, когда человек находится, считается, что полгода примерно на смене циклов вот может такой быть безбаланс внутренний. Поэтому мы эти переходы должны обязательно знать и обращать на них внимание. Одно определённо, что тайны, туманы, обманы, иллюзии тоже смотрятся. Это 18-я энергия, там по 3 дня. И по причинам короткой жизни, да, они вот эти вот обманы, да, туманы оставили только многоточие выяснение причин, настоящих причин трагедии. И, конечно, этот общий день, он стал шоком для поклонников. Это тоже видно. И в сложной зоне дня стоит прям потеря большого певца, да. Я посмотрела, попыталась поискать дату рождения водителя. Подумала, что, ну, всегда видно, да, вот если даже в семье уходит человек, то у всех родственников, у всех родственников это так или иначе отображается. Ну, я не нашла полной даты водителя, но я нашла, что у водителя, ну, написано, какого года рождения, так вот, позиция экзамена жизни стоит у него, ну, там, определённая энергия. И сам год, 1990 год был, да, и энергия всего года для всех, это 19-й аркан солнца. Позиция экзамена у водителя, троечка, вместе, ну, там, третий период, да, жизни, получается, то есть экзамен, это третий период жизни, и там у него стоит энергия суда. И когда мы соединяем, то получается, что экзамен этого года для этого водителя был такой, что 20-я энергия соединяется с 19-й энергией кодом аварии, и в итоге получается 17-я энергия звезда. И у меня прям родилась фраза, когда я считала, звезда по имени солнце, прямо сложилась эта фраза, да, так интересно. 17-й аркан звезда, 19-й солнце по воду, и для всех, и 20-й аркан, это вот так вышло, что судьба сработала вот через встречу вот такую, когда это солнце закатилось, да, эта звезда закатилась внутри этого солнца. Ну, прошло много времени. Конечно, в тот момент я прочитала, что даже поклонники, некоторые закончили самоубийство, настолько любили его, настолько верили ему, настолько он летел, как глоток свободы, как глоток чего-то нового. Хотя он пел просто о жизни, без призыва, без всего. Он пел просто о жизни. А как чувствовал, как молодой человек, как понимал ее. Но так или иначе, вот что произошло, то произошло. И сейчас я хочу посмотреть и показать вот так вот, рассчитала разные циферки, да, на этой картиночке. Два портрета. Алсу и Яна тоже певица. И обычно, когда смотришь на потенциал человека, наоборот, если, например, кто-то хочет, бабушка, дедушка, родители, узнать о том, куда направить своего ребенка, то, конечно, они обращаются к нумерологам, они смотрятся то, чем ребенок увлекается, конечно, в первую очередь, да, то, что он сам запрашивает, но иногда ребенок не знает, чего я хочу. Вот. И тогда обращаются к помогающим специалистам. И надо сказать, что есть у нас кармический портрет, да, основной портрет. И ребенка-то мы смотрим и по кармическому портрету, и по основному, потому что первую половину жизни, особенно в раннем детстве, кармический портрет влияет ничуть не меньше. А это влияние, оно, я бы сказала, даже вот достаточно велико. И потенциал к пению у Алсу идет как раз-таки из кармического портрета, из прошлого жизненного опыта. Там стоит единичка, маг, это вот как раз-таки пюры, и люди разговорного жанра, в зависимости от того, какие тоже энергии. И причем из кармического портрета, и как одна из кармических задач этой жизни, у нее стоит 14-й аркан, и это про искусство в целом. То есть соединяя искусство, соединяя пение, в итоге получается 15-й из кармического, такая харизматичная, яркая личность. И уже экзамен этого, этой жизни, здесь стоит 21-я энергия. Это про то, что популярность мировая, популярность за рамками своего города, своей семьи, своего сообщества. и что хочу сказать. Прочитала в соцсетях, как реакция, вот первая реакция на то, что такой развод, красивая пара, всегда не хочется, хочется верить в эту сказку, красивую, когда долго живут, и это все, эта пара прекрасна. но много пишут, и многие женщины поддерживают единицу о том, что, например, там какие-то, может быть, ну, сетям мы, конечно, не доверяем, естественно, да, вот то, что пишется, это все на уровне слухов, да, все проверять надо. Но что я хочу сказать, что даже если, даже если были какие-то измены, да, в отношении певицы, то, ну, в принципе, портрет тоже очень говорящий, много что видно, но так или иначе, она пришла, Алсу пришла в эти отношения, и встретились эти два человека не просто так. Очень важно было, отработать Алсу ее кармические задачи. И кармические задачи, они касались взаимоотношений с мужчиной, взаимоотношений традиций, своих традиций семейных, традиций, касаемых религии. Ей важно было через свою шестерку в уроках, через вот эту энергию выбора влюбленных научиться делать правильный выбор, научиться дотонсить свои мысли, свои чувства. И надо сказать, что не все так однозначно, потому что в прошлой жизненном опыте у нее как раз-таки были нарушения кармические, когда она была в мужском теле. Они были, и она сейчас как раз вот эти энергии, то есть супруг ей помог свои кармические недоработки, свои нарушения, которые она допускала, просто выправить, отработать внутри семьи. И как раз-таки портрет супруга смотрится намного интереснее в этом плане, то есть он как раз свою жизнь провел спокойнее, у него мужско-женские энергии выровнены, сбалансированы, и, конечно, потенциал раскрыть помог он певице, так или иначе, он обеспечил ей очень прочный фундамент, это был красивый, хороший дом, с любовью, детками и так далее. И если говорить о вообще соединении на базе уроков, когда смотрим пары, взаимоотношения людей, то эту позицию уроков у одного человека, у другого человека анализируем, и когда такая композиция появляется, это влюблённый повешенный, супруг рождён в декабре, то мы говорим, что это люди гиперэмоциональные, иногда беспричинно даже, и они могут попадать в какие-то истории или пробуют отношения такие, когда что-то не так идёт, да, вот 12-й аркан постоянно провоцирует на то, чтобы взглянуть на происходящие вещи, вот не так традиционно, да, вот как хотелось Алсу, а по другим углам зрения, что-то поменять, что-то сломать, что-то новое внести, потому что что-то из тех традиций, возможно, в настоящее время в современных реалиях не работает, надо меняться, не надо застаиваться в каких-то домах, да, поэтому где-то появляется, это же нарушает зону комфорта, где-то уровень тревожности появляется и окружающим может сказаться, что эти сильные эмоции в паре, как притворство, эмоции реально зашкаливают и высокая ранимость у этих людей, в то же время они обожают быть центром внимания и причина внимания им вообще не важна порой, да, главное, ну, то, что они много общаются, они идут своими путями, каждый своим путём и здесь присутствует жажда любви, в то же время и страх любви и они могут быть остроумны, смекалисты, в чём-то непостоянны и важно одобрение общества не всегда не понимает себя, много каких-то мелочей могут выводить из себя и порой это не то, что стоит, на что не стоит обращать внимание настолько, да, а люди на какой-то мелочи прям глубоко могут ранить душу друг другу, например, ну, как правило, они друг другу о себе, потому что мои ожидания навязывают на другого человека, вот, в принципе, это пара, когда собираются вместе, да, в одну семью, человек, рождённый в июне и человек, рождённый в декабре, они гармоничны к большому счёту, потому что у любых отношений есть плюсы-минусы, и для июня огромная потребность чувственной любви, наслаждение через поиск идеального партнёра, они ранимые, трогательные, нежные, воздушные, и без пары тяжело, парность очень важна, и женщина ждёт романтических отношений, любви, всегда думает о партнёре, строго, восхищается им, вот, а для рождённых в декабре, вот для мужчин, они хорошо чувствуют женщин, очень боятся показаться ненужными, поэтому проявляют, ну не только поэтому, это отлик сердца, но в том числе и поэтому проявляют много забот, активности, вот, но иногда берут больше, чем дают, вот такой нюанс тоже есть, вот, и им легче уступить женскому напору, женской какой-то повышенной эмоциональности, чем самим где-то агрессировать, и декабрьский мужчина, это эмпат, им важна глубокая эмоциональная связь с женщиной, важно быть готовым к глубине чувствительности и давать нежность, тепло не забудется, то есть таким образом мы видим, что пара друг другу подходит, и здесь 18 лет брака, они так логично встали на энергию урока этой пары, и в уроках 18 аркан, и как раз по итогам 18 лет, думаю, что это совпадение не случайно, союз закончился, люди приняли решение расстаться, но стать певицей, конечно, супруг и помог через мотивацию, через то, что он поддерживал и с детками, да, и подсвечивал, где-то, может быть, на втором плане находился, то есть очень хорошо, что родились синие ветки, и жаль, что пара разводится, но так или иначе, видимо, они свою миссию определенного пара выполнили, и дальше пойдут по жизни уже своими путями. Ну, я построила кармический композит, да, не буду долго уже говорить об этом, но в этом кармическом композите очень четко видно, что отношения были в прошлой жизненном опыте, у каждого из этих людей были знакомы однозначно, и здесь отношения касались, то есть можно предположить, что это были люди, живущие в одной семье, это могли быть братья или сестры, и часть тех взаимоотношений, когда, например, или большая разница в возрасте, или один брат подавляет другого, мы знаем эти факты, и вот они так или иначе преобразовались уже в этой жизни в новых телах и в новой форме. теперь я хочу сказать пару слов про дату ухода Мэрии Монро, когда посчитала ее дату рождения, дату ухода и композит дня, и здесь тоже очень хорошо видно, что стоит ангел смерти, и что 19-й консолнце он в сложной позиции оказался, что вот эта яркость, ее кодематичность, ее публичность, ее многие любили, да, и она была эталоном вкуса, стиля, вот все это ушло, все это завершилось, все это как бы сгорело через то, что женщина делала неправильный выбор, и вот та самая шестерочка, которая в уроках у Мэри не стоит, она попала в позицию сознания в композите этого дня, то есть напрашивается вывод, что человек сознательно выбрал такой шаг, потому что ей ну вот 19-й аркан это еще и мужчин показывает, да, в сложной позиции мужчин не просто руководителей, а больших руководителей, вот эта связка, которая идет на уровне сознания, она говорит о том, что что-то у нее надломилось внутри, что-то сердечное, да, и видимо это все потолкнуло, ну я посмотрела еще и год в целом, построила мандалу, посчитала, и год подтверждает, что 13-я энергия смерти, она как бы надписала в этом году над человеком, и она в сложной позиции погоду перестала себя ощущать женщиной, она перестала себя понимать, что я хочу, какая я вообще женщина, и женщина ли я в плане того, что есть традиционные же принятые, да, когда ты в семье, когда ты ухожена, когда тебе дарят подарки, и она перестала себя чувствовать нужной, и вот видимо это спровоцировало подобное решение. Так, ну и сейчас еще тогда посмотрим одну дату, это Григорий Перельман, российский математик, доказавший гипотезу по Анкаре. Очень любопытный портрет самого математика, любопытная дата, и любопытный композит, когда он отказался от премии, вот дата присуждения премии, это 18 марта 2010 года, и здесь шестой аркан, выступает его шестой аркан темы уроков жизни, он выступил как тема социального выбора, что я осознанно, сознательно отказываюсь от вот этих денег, потому что для меня духовное важнее, и духовное, оно прямо стало на повестку дня, в уроках и в базе дня на этот день, покажу тоже картиночку, вот это духовное, вот композиция две девяточки, день начался, и день в сложной позиции имел 18 аркан, то есть человек словно надел какие-то очки на себя темные, и он отказался, он не захотел вообще вот этой какой-то славы, он не захотел публичности, он не захотел идти по традиционному пути, ему потребовалось принять это решение, и он сказал, что нет, я пойду своим путем, я как отшельник, как мудрец, мне много не надо, я буду, не то, чтобы он противопоставил себя, вот этому миру денег, и этим правилам, нет, он их уважает, но он не захотел ажиотажа вокруг себя, вот судя по этому портрету, ажиотажа такого, который встал в портрете дня, две троечки, это материальная энергия, энергия денег больших, и он сказал, что не только деньги правят миром, вот этим поступком своим, причем это не первый поступок у него был такой, первый раз он в 1996 году, когда общая энергия третьего аркана, тоже вот эта материальная энергия для всех встала на год, и тогда ему присудили премию, в которой он отказался за гипотезу о душе, вот опять душе, девяточка проявилась, потому что в его личном портрете девятка она в позиции талантных стоит, вот он талантливый гуру, талантливый мудрец, который что-то свое привнес отличное от того, что было раньше, да, вот в науке известно, и вот эти девятки талантов они перешли вот в этот день как раз таки, потом он отказался на второй раз от премии медаль Филдсамп, и это был 2006 год, и у года был восьмой аркан, тоже как в этом году, восьмой аркан для всех, то есть эта энергия такая очень социальная, и вот уже та самая большая премия в 2010 году, которая составляла миллион долларов, это как раз марк, который я посчитала, и здесь десятый аркан, колесо фортуны, то есть десяточка, это тоже сигнификатор денег, это прям энергия денежная, такая энергия потоковости, энергия удачи, успеха, и она встает на весь год для всех, но он принял это все как да, успех проходит, приходит и уходит, да, но для него важно было то, что он сделал для человечества, он высокими стандартами живущий человек, он человек, которому ну, то есть минимальная у отшельника, если бы не взяла самую картиночку, у него потребности маленькие, да, у него весь плащ, там, котомка, посох и своя дорога, которую он идет, и он, Григорий, выбрал вот эту дорогу идти и показывать миру о том, что не все деньгами измеряется, о том, что он готова дарить свой талант людям и дарить просто так, и это на самом деле, как говорится, дорогого стоит, поэтому я с удивлением обнаружила и с удивлением с радостью посмотрела на эти необыкновенные цифры, необыкновенные энергии, говорящие, и, конечно, в талантах этого дня 17 аркан он прославился этим, это прям такая звезда возникла и весь пор уже сколько времени прошло говорят о нем, поэтому 21 аркан в этом дне прославил его не просто где-то не с Чечкова, да, а на весь мир, и, наверное, эта звезда, да, о звездах мы говорили все, все четыре личности, все как раз с этим, с этой энергией звезды, и хочется закончить фразы, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно, поэтому звезда это вообще не только про талант, не только про знания, это про то, как радостно идти и подсвечивать жизнь другим, поэтому я всем желаю найти в себе, в своих мыслях, намерениях, желаниях вот эту собственную звездочку и освещать этой звездочкой свой путь, путь своих родных, освещать внутри своей семьи, внутри своего сообщества и давать миру, всему миру много света, много радости, много любви и хорошего всем видео. До свидания. До встречи.